Обидно, что вместе с женой я переживал больше, наверное, не за себя, а за нее. Было такое негласное правило у ОМОНовцев, как я знаю, что Кулевича не трогать, потому что был уговор у меня с командиром ОМОНа, да, я это скажу, был уговор с командиром ОМОНа, он ко мне подходил за несколько дней до выборов, когда еще пикеты были, говорит, ты знаешь моих пацанов, я говорю, да, я знаю ваших пацанов на хоккеях, на футболах, то есть со многими я знаком, с кем-то там даже спортом занимался, и я сказал, что он говорит, не фотографируй без дела моих пацанов, я говорю, только при задержании, только при задержании, все, ну, то есть был такой негласный договор, я не скажу, что это сотрудничество было, это просто был договор, когда нас накрывали, так вот скажу, и я кричу, я журналист, и, пожалуйста, жену не трогайте, он кричит фамилии, я говорю, Кулевич, и он говорит, вот ты попался, получай, там, из таких журналистов, как вы, в стране война, я... Он тебя убил, там, таких надо убивать, как ты. Мы думали, что техника едет к толпе, к людям, которые там стояли, хотя их тоже было немного, и никто из них там ничего не кричал, не хлопал, никак не провоцировал, но они, видимо, целенаправленно становились возле магазина и забежали в магазин, вот, и это произошло, я не знаю, это были какие-то считанные секунды, но мозг в это время, правда, успел отключиться, и всё как в тумане проходило, вот. Я помню, что вот этого парня, первого, который пытался закрыть дверь, его очень сильно избили, и они на меня упали сверху, и потом уже сотрудник ОМОНа или кто этот, ну, я помню, он смотрит мне в глаза, и глаза такие стеклянные, как будто я просто ему что-то лично сделала, я не знаю, семью его расстреляла, то есть они так полны ненависти были, и он кричит на меня, хватает, говорит зачем-то, ну, я не буду повторять все, там, нецензурные слова, то есть я не знаю, где так можно научиться разговариваться, как разговаривали они, то есть это, не знаю. И потом он просто схватил меня за руку, и за руку поволок из магазина, то есть просто потащил по полу, по лестнице, у меня упал кроссовок, и я была просто, ну, в одном носке, в одном кроссовке, да, и, ну, то есть по дороге, ну, я обмочилась, потому что, ну, ну, простый мозг уже не контролировал какие-то, то есть все логические процессы организма. Обидно было, в первую очередь, ну, и страшно за жену, как бы, я думал, ну, ну, меня проверят и отпустят, но нет, пару раз ударил дубинкой, я не помню, или я себя прикрывал, или Таню, я просто, ну, или я, я не помню, может, я даже и сознание терял, ну, я помню, что я укрывался от дубинки, когда били, вот, и, ну, все, нас загрузили в автозак, в автозаке я успел позвонить мэру города, Вячеславу Гою, да, и сказал, Вячеслав Брониславович, меня задержали, и если вы, ну, вы меня знаете, вы знаете, что я журналист, автор книг, ну, он сказал, зачем вы туда полезли, я говорю, мы были женой, мы вдалеке от всех стояли, то есть люди, там было человек 10-15, они стояли на горке, мы стояли возле магазина, я был в жилетке, да, пресса, или это целенаправленно меня так хотели убрать, или что, вот, ну, Гой ничего не ответил, я думал, он приедет в СИЗО и разберется, нет, не приехал, когда нас привезли в ВВС, я, начали выгружать, то есть, как я помню, два ряда сотрудников было, и всех выводили, то есть, и... Коридор ада, да, коридор ада, да, и, как ребята между собой говорили, это этот... Ниндушанбе как-то они говорили, я уже не могу вспомнить это слово, трудно, не вспомню, вот, и проводили ребят через этот коридор, особенно помеченных, кого фломастерами помечали лица, я был помечен, потому что я был в жилетке помечен, то есть мне сказали, вроде бы, когда выгружали, это помеченный журналист, ну, и все, тоже пропустили, я тоже не помню, там очень смутно, или я сознание потерял, или что-то, что ногу мне выкрутили, или они ласточку хотели сделать, я не знаю, я кричал, что осторожно, нога болит, ну, и не забывал про жену, кричал про жену. Было страшно, очень страшно, и уже когда подходили к машине, он мне сказал подниматься, сказал, спросил, где телефон, сорвал все вещи, которые у меня были, и затолкал в эту камеру в автозаке. И, то есть, как задерживали Руслана, я уже не видела, да, я просто слышала, как он кричал, и как его били, как вот этот сотрудник говорил, что я бы тебя убил, там, таких, как ты, надо убивать, там, из-за таких, как ты будь, война, я очень испугалась, что нас просто сейчас отвезут в какой-нибудь лес, закопают, и больше не найдут, я начала кричать, чтобы Руслана не трогали, бить ногами об эту камеру. А я кричал, чтобы, ну, жену не трогали, то есть, ну... Я думала, что они просто сейчас откроют мою камеру, и мне надают там просто, чтобы я заткнулась в этой... Самое страшное было, это вот именно то, что, ну, я не вижу, я не знаю, живой он там, не живой, я слышу, что он кричит, спрашиваю как-то, он говорит, все хорошо, ну, и слышу, как голос у него дрожит, там, и становилось страшно из-за этого, что я не знаю, вдруг он там весь в крови, вдруг там, не знаю, он уже ходить не может. И потом уже, когда выводили, ну, меня уже не трогали, то есть, меня вывели нормально, передали девушкам, и я видела, как все лежат уже лицом к земле, ну, то есть, там, говорил Руслан, сначала выводили помеченных, ну, говорили сразу, столько-то у нас помеченных, столько-то не помеченных, и помеченных избивали. Кто-то, ну, кто-то в спортивном костюме, кто-то в черной майке, в основном все в балаклавах, и, то есть, если помеченного, то избивали, там, смотря, каким... Да, да, проводили по коридору, и каждый старался его чем-то ударить, ногой, дубинкой, чем-нибудь, то есть, избивали. Были девушки, были женщины, сотрудники, вот. Но на одном я увидел кепку департамента охраны, я говорю, ребята, вы же департамент охраны, что вы здесь делаете, почему вы занимаетесь этим, какая тебе разница, вот. Ну, вот после этого коридора уже все, не трогали, было уже такое более-менее отношение, вот. Меня поволокли по асфальту, я не мог идти, потому что нога болела, я вышел, ну, я... Когда они мне привели, говорят, все, иди дальше сам, да, я говорю, я не могу идти. Я как-то поднялся и сказал, ребята, я журналист, Руслан Кулевич, который пишет для грандинских изданий с 2013 года, я автор книг по истории города, я говорю, помогите мне кто-то, да, и кто-нибудь пройти, и из 20 или 30 человек вышло 2 или 3 сотрудника и взяли меня под руки и повели. Ну, остальные смеялись. Остальные смеялись, да, он, репортер, наконец-то попался, вот мы сейчас написался, да, нафоткался, больше ты не будешь это делать, да. Камера была на 2 человека, ну, там нас было 6 или 7, если не ошибаюсь. Вторую ночь я... На второй день уже суд был, ближе к вечеру. Не-не-не, я еще просил, я спрашивал, когда нас будут кормить? Ребята, ну, то есть, мы уже тут вторые сутки, и нам сказали, что человек может 30 дней на одной воде продержаться. Я говорю, как это шинует? Очень ненормально. То есть, ни белья, ни подушек, ни матраса вообще нет, да. Покормили нас только на третий день, на третий день, это уже, ну, вторые сутки заканчивались, на третий день нас покормили. Ну, как покормили? Сказали, что священники передали воду вам. Потом я узнал, что целый буст священников православных приехал, спасибо им. То есть, священники в бутылке воды передали, вот эти вот, крещенская. Ну, я узнал, что крещенская, потому что это священник, потому что я ездил несколько раз сфотографировать. И печенье дали, овсяное, по три штучки каждому. То есть, мы уже поняли, что-то не так. Потом принесли матрасы. Мы сказали, идите за матрасами. Мы пошли за матрасами, нас вывели с камеры. Потом обед принесли. Потом еще передачку принесли. То есть, что-то такое произошло. Мы не понимали, что произошло. Мы уже с ребятами думали, ну, ничего себе. Хотя все были настроены, что, ну, отсидим все эти сутки. И уже на тот момент, уже второй раз я сидел с сотрудником МЧС, с ИПшником и с народным мастером по железу. Воробьев такой. Его с машины вытянули, вот. И все. И вечером пришли, сказали, выходите. Мы не верили, что нас освобождают. Не верили до последнего. Этот надзиратель говорит, давай хоть на пиво с собой поспорим. Я говорю, у меня есть только книжки, я могу книжку свою дать. Кстати, я еще в камере, когда мне передали передачу, я презентацию книги сделал своим этим ребятам со камер-книгам. Ну, было приятно, они слушали. Было очень страшно. Я бы никогда не могла подумать, что такое может произойти с нами или в нашей стране. То есть, ну, я не знаю, как такое прощается. И говорят, да, у них тоже есть семьи, тоже есть родители, дети. Ну, я не могу. Я не знаю, как можно с такими людьми жить, только если их жены сами не заложники этих же мужчин. Ну, я не могу такое простить. Я понимаю, что они ходят где-то среди нас и сейчас, но мне становится от этого только еще более мерзко. Ну, я не знаю,